здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века наконец-то мы вяжем эту шапку с ушками девчонки всем привет девчонки я думаю в эту этикетку узнали кто с украины не сейчас у мамы в украине поэтому купила эти нитки во вроде так что я думаю вы их узнали вот для тех кто из других стран нитки сто процентов love sun то есть я опять же говорю длина 180 метров 100 граммах всего 200 грамм 2 матка вот такой вот зеленый цвет вижу эту шапку для подруги в подарок она ее уже ждет и любит очень этот цвет как раз попалась цвет такой же какие на фотографии источники вот немного я изменила вижу свой вариант не делаю косу на этих ушках потому что я помню ту красную мою шапку уж очень уж мне не понравилось как она скручивается поэтому вижу немного с изменениями так рассказываю ушко видео сразу предупреждаю не для новичков то есть рассказываю сам принципе краткое описание тут для тех кто уже вяжет и кто знаком с моими предыдущими так набирала для для ушка 4 петли и вязала вверх вот она все видно добавляла в каждом четвертом ряду по одной петли в начале и в конце ряда вот пока у меня на спицах не было 20 петель до 20 петель то есть 8 раз я добавил делала добавлением с обеих сторон вот она и далее еще 14 рядов провязала просто без добавлений теперь вот она зафиксируйте схему ушка вот далее видим собирать это всю шапку вот такая вот схема между вот сейчас у меня связано два ушка и между ними я буду набирать по 32 петли соберем это сейчас в круг вязать я буду попробую как и предыдущую шапку не хочу я никаких швов ничего а забыла сказать два матка не так и спицы четыре с половиной но я вам скажу девчонки возьмите потолще если вы именно такие нитки купите либо купить это толстые нитки вяжите из толстых 80 100 допустим метров 100 граммах но спицы возьмите тоши это я я просто не хочу покупать потому что я взялась с собой вот эти четыре с половиной еще там одни тоненький мне просто больше нечем за тебя покупать не хочу потому что спицы у меня много поэтому вот так вот объясняю вам делаю 32 воздушные петли теперь либо вы берете я вот увидите у меня в два сложения поэтому я разделяю ниточки и наберу 32 петли далее сюда присоединяю второе ушко я думаю мы уже скоро с шапками нашими будем заканчивать потому что мы уже все навязали будем продолжать вязать что-то другое какие-то свитерочки жилеточки головы мы одели будем одевать тело вижу как бы привязывая сюда второе ушко присоединяю и вижу да девчонки пока вижу хочу вам сказать сделала instagram пожалуйста подписывайтесь поддержите меня там там я буду выкладывать учил и все как бы опросы вопросы опросы будем там обсуждать со временем сейчас я его пока учусь оформить его попытаюсь оформить а потом уже будем там общаться то есть я его создала как бы для живого общения с вами и чтобы выкладывать там есть такие вещи которые я в youtube не выкладываю то есть те вещи которые я не вижу я буду выкладывать там вот много еще чего в планах потом потом все вам подробно расскажу так теперь я набираю опять разделила две петли набираю 32 петли здесь и 3132 все соединяя эти ниточки в два сложения теперь передвигаюсь замыкаю это все дело в кольцо передвину спицы буду вязать в круговую теперь по петля последняя какая у нас вернее вот эти 20 петель они у нас остались лицевыми которые были у нас на ушке это будет у нас коса кос косы у нас состоят из 25 петель 4 штуки между ними у нас будет полоска из изнаночных петель теперь 6 петель изнаночных 1 2 3 4 5 6 теперь я вижу 20 лицевых петель так 26 изнаночных петель и 6 20 лицевых это уже четвертая коса 26 изнаночных и все вот это наш круг сейчас я вам покажу вот это распределение зафиксируем эту картинку по 20 петель косы и по 6 петель между ними далее продолжаем вязание таким вот образом вот где у нас 20 петель это наша коса мы вяжем чулочной гладью то есть все время лицевыми петлями так как мы в круговую вяжем там где наши 6 петель мы вяжем один ряд изнаночными петлями то у нас был предыдущий ряд один ряд лицевыми чтобы достичь эффекта платочной вязки вот так вот девчонки и так и продолжаем то есть в косе 20 петель мы вяжем всегда лицевыми 6 петель чередуем лицевой и изнаночный ряд вот так вот выглядит платочная вязка то есть чередование наших лицевых изнаночных петель и в этих шести и теперь мы будем вязать косу со вспомогательной спицей у меня так как я не дома вспомогательный крючок их так приспособилась в общем вяжем косу вот ориентировочная схема будем перебрасывать коса состоит из двух половинок здесь у нас переброс идет слева направо здесь справа налево вот она так вот летит то есть из центра мы перебрасываем по бокам и сейчас я вам провяжу покажу так сейчас одну курсу один одну косу мы провяжем я вам покажу и это и вы будете продолжать вязать косы первая половина косы снимаю 5 петель оставляю на спицах за вязанием вернее на спицах night на вспомогательной спицы провязываю следующий 5 3 4 5 теперь провязываю вот эти 5 теперь снова снимаю 5 петель оставляю перед вязанием провязываю следующие 5 петель и вижу вот эти вот далее и продолжаем далее вот такая вот коса продолжаем наше вязание смотрите провязала я раз два четыре раза косы в каждом десятом ряду я делала косы то есть если вы рисуете так вот четыре раза я провязала рапорт с косами и теперь девчонки теперь мы будем делать макушку макушка у меня стянуто очень сильно у меня на образце поэтому будем делать как бы интенсивное стягивание и провязывая по две петли вижу вот так вот по две петли все по две петли 3 вместе 2 вместе 2 вместе вот видите все у нас сокращается в два раза и так мы продолжаем далее вот делаем завязки девчонки завязки я делаю таким вот образом отрезала полтора метра такие шнуры куски пряжи длиной полтора метра вот воду по две штучки я сложила в два сложения и перегнула пополам и теперь вот на краешек захвачиваю и всего вот таких вот ниточек я одеваю 15 таких полосок у меня на одета толщина косы зависит от того насколько вы не так сюда как бы проденете у меня вот такая вот толщина вы можете сделать потолще потоньше как как вам угодно заплетаем и пришиваем помпон на макушку ну вот девчонки шапка готова осталось ее померить и носить и наслаждаться а хочу сказать ушло у меня девчонки все-таки три матка пришлось мне докупить один моток и ровно три матка вот такие длинные завязки ровно три матка мне ушло на эту шапку что 300 грамм уходит ниточек на эту шапочку при длине 180 метров поэтому рассчитывайте примерно на такое и спицы возьмите потолще чем были у меня во первых она будет объемнее воздушнее во вторых мягче вот так что на этом девчонки все с вами была века шкорок рукоделия я с вами прощаюсь всем пока пока